Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня мы отправимся с вами в мою святая святых, в мою bedroom, ванную комнату. Я покажу вам всё, что у меня есть. Вы будете знать обо мне теперь совершенно всё. Пойдёмте. Обожаю красивую ванну! После того, как я переехала сюда, эта ванна меня очень радует своим световым решением и вообще достаточно функционально. Вот эта штучка портит весь вид. Мама поставила сюда запуск машины. Это программы все, которые делает. Ну, пусть она висит, ладно? Мама, это мама поставила. Надо так. Итак, первое, что мы заходим здесь, мы видим ванну, раковину. Вся поверхность у меня функциональная. То есть, здесь у меня что-то лежит, здесь у меня что-то лежит, тут у меня что-то лежит. Полно всего. И, конечно же, вот это я в Икее брала. Очень удобная штучка и качественная достаточно. Вот это я где-то брала тоже ярус. Я обожаю, кстати, такие ярусные комодики. В них очень удобно всё хранить, и они складываются при переезде тоже очень удобно. Тут у меня весы стоят, потому что они здесь самая ровная поверхность. Стиральная машинка. Это хозяевская стиральная машинка. У нас эндезит. Здесь у нас швабра. Как знаете, одна швабра вот такая, как знаете, давно была такая деревянная. Эта мама купила, говорит, ей проще всего работать. А мне очень нравится вот эта швабра. И, честно говоря, я больше нигде не находила такой швабры. Она невероятно удобная. Но я даже не знаю, где её купить, и не помню, где её покупала. Ну, а там тряпки. Ага, здесь у нас раковина, детский стульчик. Здесь унитаз и всякие принадлежности. Давайте начнём справа. Начнём справа. Раз мы уже начали, здесь, значит, у меня утварь всякая убиранческая хранится. Что на машинке? На стиральной машинке у меня здесь фикс-прайс, который я недавно покупала. Туалетная бумага. Это, естественно, здесь очень удобно, когда она стоит. Вот этот давно уже стоит, не знаю, куда деть. Это многоразовые детские памперсы. Они абсолютно новые, я их покупала в Беларуси. Здесь, как видите, вот крем для лица. Совсем недавно мы с мамой тестили. Это какая-то косметика, там, ручной работы, не помню. Так, это мы с фикс-прайса брали. Сыворотка фикс-прайса, флюид фикс-прайс. Это что? Это для зубиков у нас. Чтобы было дополнительное очищение. Вкусненькая такая пеночка. Держишь её во рту. Одну-две минутки, потом выплёваешь. Вернель. Это мы покупаем либо в Ашане, либо в фикс-прайсе. И пользуемся вместе... Господи. И пользуемся вместе и для взрослых, и для детских. Вот таким кондиционером, короче, вы поняли, да? Так, вот эти штуки я тоже покупала в фикс-прайсе. Мне они очень нравятся. Одна у меня стоит здесь. Она стояла вообще на кухне. Но я там купила другую. И здесь ещё одна стоит. Вот она розовенькая. Мне они нравятся, а мне кажется, они очень красивенькие такие. Не знаю. Мне нравятся. Дальше. Тут у меня на полочке детский порошок. Я его покупала в Светофоре и показывала. Он огромный. И долго-долго стираться. В общем-то, мы довольны. Фаберлик. Стиральный порошок, естественно. Фаберлик-салфеточки. Влажные салфеточки Фаберлик. Для зеркал, для всяких зеркальных поверхностей. Сухие салфетки там лежат у меня. Дальше. Здесь у меня полка. Та-да-да-да. Да ладно, смотрите. Это я так. Вот эти Олвис, кстати, купила в Светофоре. Мне очень не нравятся. У них какое-то не классическое покрытие. Это либо залепуха какая-то под Олвис. Ну, короче, я когда открыла, думаю, что за шняк. Они вообще Белла напоминают. Мне не понравились. Либо это какие-нибудь, может, дешевый вариант какой-то у них. Но я такие Олвис вообще не встречала. Тут у меня идет красочка. Колористая. Еще красно-розовый цвет. Синий спрей. Потом это маска, которую я покупала на Алиэкспресс. Серебряная. Тоже временное окрашивание. Этой краской я красилась давно. Вот она лежит у меня сейчас не крашусь. Такой мусс-осветлитель. Очень удобно, кстати, в окрашивании. Так, ежедневки. Это перчатки разные для окрашивания. У меня их много. Ну, и там внизу всякая мелочевка, которой я сильно не пользуюсь. Там хранится чисто так. С этой стороны давайте сверху начнем. Малочку Бюбхен. Это мне подарила сестра на Новый год недавно совершенно. Это мыло, по-моему. Мылка и гель для душа. Сенситив. Это Эйвен. Дальше у меня органик здесь стоит. Что это такое вообще? Густое мыло для душа. Это Кристинка. Когда у меня была, оставила скраб. Очень кайфучая арома. Вот мы вместе пользуемся. Хорошо, когда у тебя подруга приходит частенько. Что-то она в последнее время, ее только давно не было. Так, мыльные пузыри. Это у меня тоже скоро нужно в ванну опустить. Это для очистки обуви моей, моих супер-мега-кроссовочек многочисленных, которых я себе накупила в последнее время. Так, дальше идут салфетки Фаберлик для снятия макияжа. Потом идут Фаберлик салфетки. Для чего это? Влажные салфетки для удаления пятен. Экспресс-поп. Еще такие салфетки. Все, что нужно под рукой. Еще для снятия макияжа у меня вот такие салфетки есть. Мне они безумно нравятся. Они стоят где-то 450 рублей. И я их покупала. Короче, они пропитанные маслом. Лаки Косметикс, по-моему, называется сайт. Так, ну а там такой дешевый крем. Не помню, зачем и для чего я его покупала. Просто валяются. Как говорится, пропадает. Так, дальше у меня здесь маска альгинатная. Маска золотая. Пудра золотая. Вот эти вот фадов. И Лиди Спистика, это мама пользуется. Дальше идет скраб Рише. Вот это вот очищающая штука. Селена тоже в светофоре брала. Многие мне говорили. Здесь у меня фикс-прайс мицеллярка идет. Два вида. Дальше внизу, это у меня соль для ванны. Кстати, это кто-то мне дарил из моих подписчиц. Мертвое море. Дальше идет, ой, это для апелляции мой аппарат. Который продается, кстати, у меня в магазине. Очень классный, служит мне очень долго. Есть розовые и синие такие. Кстати, недорого, по-моему, 1050 стоит весь набор. Полоски, нагреватель и один из восков. А воск, кстати, я продаю вот такой. Мед в Атерхане, он смывается водой. То есть, если остатки, как вы знаете, воск, он всегда смывается остатки маслом. А этот воск смывается водой, что очень удобно. Короче, незаменимая вещь для меня. Очень быстро и легко все удаляет. Там тоже краска, мелочевка, оксиды всякие лежат и так далее. Поехали дальше. Здесь у меня тоже стоит чем-либо оно все новое. То есть, вот эта новая маска, вот эта новая маска, которая, ну, как бы ждет своего часа. Вот это мне подписчицы мои дарили. Короче, что-то либо ждет, либо уже заканчивается. Я не совсем пользуюсь этим, да. Это детский гель для купания. Это бальзамчики. Ну, короче, это то, не то, что у меня прям супер под рукой. Ну, детским только пользуюсь под рукой. А остальное просто здесь стоит и ждет своего часа. У меня полно здесь всякой косметики. Я даже не думаю, что есть смысл поговорить о каждой баночке. Вот недавно в Ашане купила малому вот такую штуку. Вот такой вот гель для купания, два в одном. Я ему как пену добавляю, это в ванну. Кстати, хочу отметить вот этот Эрэдкин шампунь. Я его покупала в рандеву, по-моему, магазин. Блин, я не помню, рандеву ли он называется. Короче, покупала в магазине. Я не помню название всех магазинов. В общем, я взяла вот эти Эрэдкин, я делала обзор. У меня, кстати, видео есть на обложке, я прям их держу. Девчонки, у кого желтые волосы и кто хочет их убрать в желтизну, то это офигенный шампунь. Он с первого раза уже убирает желтизну, со второго раза они вообще уже с голубым отливом. Короче, просто мне он не подходит, потому что я не осветляюсь порошком. А это лучше всего на порошок именно ложится. Вот если осветлить волосы порошком и мыть вот этим шампунем, то замечательно. Ну, шампунем и бальзамом. Это желтизну убирает. А у меня получается он осветляет все с желтизной, а корни остаются желтые, потому что все-таки я не порошком пользуюсь, а краской. И он не берет. Так, это из ламинарии скраба мне еще валяется. Кстати, вот эту штуку я покупала, я покупала, по-моему, в Икее. Очень классная, удобная штука. Я с ней хожу из квартиры в квартиру, мне очень удобно. Особенно для беременных, когда ты устал, сел вообще и купаешься. Очень круто. Это сейчас я Деньку купала, это игрушки его высыхают. Здесь у меня целый склад стоит. Это масло, густое масло для волос. Мне очень нравится. А, вот этот скраб, кстати, попробовала я из фикс прайса. Скраб попробовала. Мне не очень понравился, если честно. Как-то я не почувствовала особенного эффекта. Мне больше нравится скраб, который привозила моя подруга. Израильская косметика. Солевой скраб просто охренительный. Гелем для душа Палмарик пользуется моя мама. Это какое-то мыло у нас для чувствительной кожи. Пинка для умывания. Лондо восстанавливающий бальзам. Мусс для душа. Это Фаберлик у меня для интимной гигиены. Это вот одна из подписчиц дарила недавно. Косметика очень вкусно пахнет, кстати. Здесь очень интересно сделан кран. То есть, точнее, не сделан. Очень интересно не сделан кран. Здесь только душ. Меня на самом деле это бесит. И еще этот душ вешается очень странно наверх. То есть, не регулируется вот эта штука никак. Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. То есть, если мы ставим душ... Сейчас вам даже покажу. То есть, вот эта штука еще мешает ему. Если мы ставим душ, то он просто смотрит вверх. То есть, под ним не покупаешься. Бьет струя вот так вот. И вот это совершенно неудобно. Я уже знаю все нюансы, которые у меня дома никогда не будет. И вообще, мне такой большой душ не особо нравится. Я люблю более маленькие, аккуратные. Но здесь несколько режимов. В принципе, и удобно. Но то, что здесь нет крана, это не очень удобно. Так, вот это вот у меня щетка реше. Прикольненькая такая массажная щетка. Раковина. Кстати, стульчик для санули. Я покупала в Икеи. И вот эту штучку тоже покупала в Икеи. Но он пока не садится на унитазик. Но зато хорошо ходит на горшочек. Здесь у меня тоже, кстати, удобная штука. Здесь у меня расчески. Здесь тонкие расчески. Здесь у меня фен. И очень удобно, что здесь есть розетка. И вентиляция включается. Все можно делать в ванне. Дальше. Раковина. Это я совсем недавно покупала. Фикс Прайс. Ой. Фикс Прайс ли? Да, Фикс Прайс. Очень вкусно пахнет, кстати. Дальше. У меня такая щеточка. Я, кстати, чищу щетками разными. Сейчас покажу все щетки, которые у меня есть. Вот эта щетка японская. Мне ее присылали давно-давно. Она вибрирует. Здесь такая система, что происходит синергия, в общем, с твоей слюной и с водой. И можно этой щеткой чистить даже без дубной пасты. Вот. И она, ну, как бы не оставляет бактерии на себе. То есть, она сделана из такого материала, что не скапливаются бактерии на щетку. Короче, такая вот фигня. Так, это мыло, как вы уже поняли. Это гель для душа, которым я мою волосики, Дэнки. Он очень классный, именно как шампунчик. Это пенка для умывания. Секретки. А это тоже мне кто-то давно дарил из подписчиц. Это, по-моему, крем. Крем для тела. Дальше у меня вот такое зеркальце, которое мне очень-очень сильно нравится. Здесь все мои любимые вещи. Короче, большое зеркало. Открываешь. Тут вообще еще горит свет, но мы его отключили. Потому что нам и так все видно. И здесь, значит, куча всего. Первое, когда открываешь эту дверцу, это запах. Безумно классный аромат. Это мне дарили тоже мои подписчицы. Это всякие мыло ручной работы. И они очень-очень сильно пахнут. Вот они у меня здесь лежат для того, чтобы пахнуть. Сверху это мои незаменимые масла для волос. И спреи для волос. Самые мои любимые масла это то, что мне дарила подружка. Такое масло, оно уже заканчивается. Маракан Оил. Так. Дальше то, что я покупала на Алиэкспресс. Кстати, я могу ссылочку на него оставить под видео. Офигенно вкусно пахнущее масло. И совершенно недорогое. Он еще целый у меня. Дальше масло Чи. Тоже отличное. Я его покупала на каком-то сайте. Я не помню название. Но это хорошее масло. Тоже вкусно пахнет. Ну и все они делают очень хороший эффект. Спрей последний, который у меня появился. Безумно вкусно пахнет. И микрораспыление. Мне этот спрей очень нравится. Здесь еще есть защелка такая, что можно с собой носить. Не будет спрей брызгаться. Открыл и он забрызгался. Дальше. Вот такое масло. Это у меня приходило в бьюти коробочке. И я его решила оставить на поездке. Потому что в поездке мне очень удобно большие масла с собой брать. Хотя вот это маленькое можно было бы взять. Это у меня жидкий кератин. На одно применение остался. Дальше такие спреи, которыми я не особо сильно довольна. Потому что Оли, ну вот хороший спрей, но мне запах не нравится. Фаберлик спрей не очень мне нравится. Глискур. Ну тоже не произвел впечатление. Ну и дальше там тоже Фаберлик. Тоже какой-то спрей. Так. Это для того, чтобы закалывать волосы. Это в фикс прайсе я брала. Вот это я вообще не знаю. Две штуки для чего. Наверное, мама знает. Дальше. Мои любимые крема. А, это Эстель гель для волос. Это Сталин делать малышу моему. Это гель с улитками. Муцином улитке. Выглядит как гель. Это кремушек под глазами. Это я брала все грядки. В принципе, мне косметика эта нравится. Корейская. Это крем тоже из серии. То, что я вам показывала. Подруга моя привозила из Израиля. Мне офигенный. Это глина, которую я брала в фикс прайсе. Дальше. За последнее время я безумно довольна вот этими кремами, которые я приобрела. Ой, Лаки Косметикс, по-моему. Сайт. Корейские крема. Это ночной крем. Это дневной. Мне безумно они нравятся по текстуре, по запаху. Очень крутые крема. Это Ришер. Два скраба у меня. Одна глина какая-то, по-моему. Ну, или маска. Или скраб из белой, из розовой глины. Или, короче, чайное дерево. В общем, точно не помню. Так, дальше. Это тоже у меня корейская косметика идет. Для умывания. Это у меня Victoria's Secret Spray. Чтоб пахло вкусно. Это крема. Крема. Сыворотка, кора какая-то. И маска-пленка из фикс-браса. Но я ее не пользуюсь. Она стоит тут просто так, походу. Дальше. Что у меня здесь? Вот это я даже уже не помню, что это такое. Знаю, что здесь у меня лаки для волос стоят. Вот это тоже надо разобраться. Что, где? Какие-то масло чайного дерева. Еще что-то. Это мне присылают в коробочке красоты. Я не всегда понимаю, что где лежит. Здесь у меня сухие шампуни. Я точно знаю. Это что-то для тела, по-моему. Ну, здесь всякая мелочевка. Зубные пасты, щетки. Вот она, Дынькина щетка с Фаберлик, по-моему. Нравится ему. Вот моя щетка, которая мне нравится. Но она очень-очень мягкая. У моего любимого такая же черная. И вот эта щетка у меня, у мамы, у брата. Мы все пользуемся вот такими щетками Oral-B. Но не всегда я успеваю заряжать. Это, кстати, последняя насадка, которую я купила. Прикольная такая, средней жесткости. Короче, вот эта щетка хорошая у Oral-B. Ну, вот, в принципе, и все. Закрываем ее. Света от святых. Гу-гу. Я просто в домашнем, на самом деле. Поэтому вам не показываю сессон. Так, ну и что? Здесь веник у нас стоит. Всякие принадлежности. Чем я пользуюсь? Кстати, я не могу, чтобы в туалете не стоял вот такой пакетик для мусора. Вообще не люблю, когда у людей в туалете, когда я в гости прихожу, у них нет мусорников в туалете. Выбросить что-то, я не знаю, ну мало ли что, у тебя может быть в руках оказаться. Так, чем мы пользуемся? В основном Фаберлик у нас тут для чистки полов. Фаберлик, баниш, это тоже Фаберлик, естественно, Доместес. Вот это вот Вампэй я давно брала. Ну, что-то особо вот я не пользуюсь вот этими, знаете, штуками. Так, еще один Доместес в Пэйре. Так, у нас сломалась щетка, мама придумала вот такой вот лайфхак. Молодец, мама. Ну, вот, в принципе, и все. Здесь у нас батарея, здесь сохнут детские вещи. Вот и конец. Конец. А кто слушал, молодец. Вот такая у меня ванная комната. В принципе, она мне нравится. И в квартиру, которую я буду покупать, я бы тоже была бы не против такой. Но не то, чтобы не против такой. Ладно, сошла бы. Но я хочу, конечно, себе комнату намного больше. Чтобы было больше куда-что развесить, больше полотенец, чтобы висело, больше полок. И именно не вот такого плана, да, конечно, как сейчас я изощряюсь. А вот нормальные вот такого плана полочки. Красивые, чтобы были. Хочется, чтобы так же, как и в квартире, ты заходишь в ванну и видишь, вот, что все спрятано. Все принадлежности спрятаны. И только открывая, да, вот как это зеркало, очень красиво, да, вот ничего нет, минимализм. И только открывая зеркало, ты видишь, что там куча-куча всего. То же самое хочется мне вот видеть. Я люблю этот весь минимализм, но понимаю, что у меня очень много продуктов всяких, которых нужно спрятать. Поэтому я мечтаю найти такие решения, которые все это будут прятать, но будут очень емкие и очень функциональные. Всякие шкафчики, полочки и так далее. В общем, поделилась я своей ванной комнатой. Надеюсь, вам было интересно и полезно, что-то для себя выбрали. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте мне вот мой инстаграм. Заходите, я там со всеми общаюсь и буду рада что-то подсказать. Единственная проблема у меня вот с памятью, что касается сайтов, где и что я заказывала, это очень сложно вспомнить. Я сейчас вспомню реально только Лаки Косметикс, почему она запомнилась мне, я не знаю. Но там много всего на этом сайте. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, ставьте лайк. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Я вас люблю, целую и прощаюсь на следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok